Добрый вечер! Сегодня 22 февраля 2014 года. Мы находимся в городе Риме, в галерее, которая называется Art Gallery Today, на выставке, которая состоялась в памяти молодой художницы из Кыргызстана, Джилдиза Заркуновой. Мы находимся с мамой, Джилдиз, которая хотела бы это выступление в Рома, потому что это был мечтан для ребенка. Мы хотим спросить, что эмоции она испытывает в этот момент? Эта выставка организуется мамой, Джилдиза Заркуновой. Она очень сильно хотела эту выставку, и мы хотели спросить у нее, что она чувствует сейчас, какие у нее эмоции сейчас? Для меня настоящая выставка представляет собой радостную весть, и немного грустно, потому что не присутствует здесь сама автор, но ее мечты, которые хотела когда-то сделать эту выставку в Италии, в стране великих художников, исполняются. Эта выставка, из-за того, это очень соларя, из-за того, что у меня нет, потому что моя девушка не находится. Но, в результате, она реализирует свой мечтан для моей девушки, потому что она мечтала сделать эту выставку в Рома, в Италии, на земле больших артистов. Одна из этой выставки видно, что эта выставка имеет большое значение для культуры Кыргызстана, не только для современности, скажем, потому что для кыргызской молодежи это новое искусство, которое джилдыза открыла для нас. Это правильно? Это верно? Да, джилдыза как бы открыла новый жанр компьютерной графики в Кыргызстане, как бы первый, как пионер, как первый. И в изобразительном искусстве этот жанр как бы тоже новый. И она своими картинами показала не только молодежи Кыргызстана и молодежи всего мира, восприятие этого мира в другом стиле, в другом статусе. Можно видеть только добрые, хорошие, светлые, радостные. И вот тем самым дает каждому человеку, который ознакомливается работами, такое-то волшебство, которое окунает себе в весь вот радость этой жизни, а не вот печаль. Это верно, и на работе джилдыза мы видим, что это новый жанр для молодых артистов в Кыргызстане, и не только, потому что в своих работах мы видим новый способ видеться в мире, новое способ видеться в мире, легия, и все, что красиво в этом мире. Это, конечно, для культуры, для артистов в Кыргызстане, это новое, которое джилдыза оставила в молодых петах, молодых артистов в Кыргызстане. Сперемо, что это начало, для того, чтобы пройти в галерии итальянные. Мы благодарим эту галерию за организованную эту выставку, и надеемся, что это только начало, начало наших выставок в Риме, и наши выставки для джилдыз, джилдызской выставки. Большое, благодарю вас тоже. Венграция, мы тут и куанты, анки ала галерия, а тут и леоспити, пересери венуты, пересери априцату, лавору де джилдыз. Грация. Здравствуйте, мы находимся на выставке джилдыз-заркуновой в Риме, и у госпожи Марфуна хотели спросить, что она думает, какие впечатления оставила картинка джилдыз для нее. Спасибо. Вы знаете, я уже давно живу в Риме, и вот для меня вот эта выставка оказалась откровением, потому что я никак не ожидала от такой молодой девушки, которой было всего 22 года, то есть и работы были созданы еще и раньше. Я просто врач, работаю врачом, поэтому я не художник, и не могу с точки зрения профессионала оценивать картины, но как просто обычный человек, который ценит искусство, как зритель, простой, нормальный, могу сказать, что это что-то невероятное. Вы знаете, это работы, которые достойны. Мне очень жаль, что жилдыз не успела, скажем, стать известной и получить известность мирового масштаба, потому что ее работы заслуживают быть выставленными в лучших музеях мира. И мне очень жаль, что она при жизни не успела достичь уровня вот этого мировой известности, потому что ее картины просто потрясающие. Они оставляют неизгладимое впечатление. У меня такое впечатление, что они были созданы человеком, который, скажем, прожил уже, наверное, на такую жизнь очень долгую и плодотворную, и вот пришел, наконец, к этому. А тут, оказывается, этой девочке было всего 22 года, когда она ушла из жизни. И, значит, эти работы были созданы еще раньше. И для меня это, вот я считаю, на мой взгляд, это, вы знаете, человечество потеряло в ее лице художника, который, к сожалению, вот, наверное, это еще только был бутон, который только-только начал расцветать и вот еще даже не достиг того уровня масштаба, которого мог бы достичь. Я считаю, что человечество все потеряло вот артистку и художницу очень рано. А ее работы достойны быть, ну, скажем так, в самых лучших музеях мира. Я хочу добавить, что Дилдыска нам оставила, к сожалению, она ушла из-за этого мира, но она нам оставила свои работы. Поэтому через свои работы Дилдыска будет жить, через своих родителей мы будем продолжать организовать эти выставки. Да, конечно, и я очень надеюсь, что пусть даже вот ее уже нет, но ее работы в любом случае хотя бы вот благодаря усилиям родителей, друзей, увидят, ну, скажем, если не весь мир, то во всяком случае увидят в Европе, увидят и станут известны во многих-многих странах мира, потому что они действительно заслуживают того, чтобы их узнало как можно больше, не только сотни, тысячи, миллионы людей, чтобы увидели эти работы. Это мое твердое убеждение. Спасибо вам огромное за эту выставку. Спасибо вам большое. Над этим мы будем работать. Вам спасибо. Вам спасибо за то, что вы организовали эту выставку. Спасибо. Сегодня состоялась выставка моей дочери Джилдизы Арконовой в Италии, в городе Риме, галереи Салустяна Арттудей. Я очень довольна, что сбылась мечта моей Джилдизы в стране великих художников. И наравне с великими художниками Кыргызстан гордится Джилдизы Арконовой, моей дочери, потому что ее любовь к своей стране Кыргызстан, ее любовь к всему человечеству, каждому человеку, каждому, что она хотела дать, каждому человеку, она как бы отдала. И я довольна тем, что Джилдиза моя и наша миссия родительская сбылась. И мы думаем, что Джилдиза сказала обо всем, кому хотела. И люди, которые пришли сегодня на выставку, были очень довольны и сравнивали ее творчество с работами великих художников, как Пикассо, Микеланджело, Пикассо, Хуан Миро и так далее. И в каждой работе каждый человек находил свое, свое обыденное. В каждой работе видели, каждый человек видел свою краску, свою линию. И несмотря на такое грустное, грустное, что ее нет с нами, все были восхищены, все были в восторге от ее работ, красок, линий и глубокости философских мыслей этого бытия. И я довольна сегодняшним днем. Моя Джилдиза еще раз сверкнула в стране великих художников. Италия, Рим, 2014 год. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok